Телеканал КРТ представляет Мы строим буржуазный национализм Президент Зеленский, совсем недавно взявший всю полноту административной и политической власти, отмахнулся от языкового вопроса, как от назойливой мухи «Нема проблеми!» – сказал лидер государства и, между прочим, гарант Конституции Мол, страна и так расколота, и нечего, манипулируя языковым вопросом, углублять это разделение Логично, в серии обычных законов и подзаконных актов в государстве введен фактически запрет на использование русского языка Конечно, прямо этот язык никто не запретил Но мы-то с вами знаем, что явно не из-за китайского и французского введены противоречащие основному закону языковые квоты И запреты во всех сферах общественной жизни Дома общайтесь на каком хочешь Такой прием софистики и передергивания употребляют политиканы Однако, господа, простите, паны, разговаривание дома в принципе не является предметом правового регулирования Посему не может быть аргументом Так что там Зеленский? Нет, он не анти-Порошенко, а просто типичный представитель правящего класса, взявшего противозаконно власть в свои руки в 89-м-91-х годах КПСС провалило кадровую политику, подняв на властный олимп откровенных взяточников и проходимцев Которые, превратившись в младобуржуа, неогоциантов, решили демонтировать государственную надстройку, не допускавшую частную собственность на средства производства и национальное богатство Ради этого РСФСР, Россия, в одностороннем порядке провозгласила декларацию о государственном суверенитете 12 июня 90-го года Пожертвовав Советским Союзом ради единоличной власти, нарождающегося олигархата во главе с Ельциным Союзные республики тоже не дремали, почуя воздух свободы А братва почуяла возможность иметь в собственности целую страну с приватизацией, тарифами, бюджетом и прочими радостями Затем Беловежские соглашения и антиконституционный При предательстве президента СССР Горбачева развал Союза братских народов Соорудили ГКЧП, однако набравшись скорость, поезд было не остановить Союз рухнул, и мы провозгласили акт независимости 24 августа 1991 года И теперь торжественно празднуем этот день каждый год, узнавая что-то новое о советской оккупации В правовом государстве ни одна идеология не может считаться обязательной Это не означает, что чиновничий аппарат не берет на вооружение какие-либо доктринальные предпосылки Перед правящим классом Украины, а большинство из них были выходцы из компартии и комсомола Читаем биографии самых ярких патриотов Стал вопрос, какую пропагандистскую дичь необходимо вливать в уши электората Вот у нас есть независимая Украина, очень богатая страна, но 99% этого богатства принадлежит 1% семей Народ нищий, а правящий класс крайне богатый, жирует Что между нами общего? А вот что, мы единая нация Мы идем в ЕС и НАТО, меняем Ленина-Сталина на Бандеру-Шухевича Светлый путь к коммунистическому будущему на европейские ценности И вуаля, все готово Касательно социалки, коммуналки, бесплатной медицины, то списываем на пережитки совка Придем в Европу, там все будет В методичках пропагандисту на заметку особо ничего менять не приходится Для объяснения долгого пути государственного строительства необходимо найти исторические опоры Древние Укры, украинские князья Ингельд, Вальдемар и Свинельд далековато Хмельницкий, как гетьман его величества, хруля Польскего, а потом царя Российского, выглядит грустно Но не на УССР же опираться Тогда нации не выйдет, там сплошной советский народ и оккупация Решили опереться на псевдогосударственное образование УНР О которых сохранилась поговорка В вагоне директория, а под вагоном территория А позже на опять-таки пронемецкий режим УНПА Язык же краеугольный камень в построении данной идеологии Почему наша буржуазия не простая, а компрадорская, то бишь своеобразная прокладка между транснациональными корпорациями, колониальной администрацией и эксплуатируемым государством Украиной Почему люди умирают от рака без лекарств, бойцы гибнут в гражданском противостоянии, а дети чиновников шикуют в Лондоне У нас миссия, мы спасаем цивилизацию, мы нация, у нас язык это мозг, мы не русские, мы не советские, украинский язык союз запрещал Это при том, что напечатал огромное количество литературы на нем, ну то ладно Наступление на русский язык, бытовой язык большинства населения Украины по состоянию на 13-й год И на данный момент язык половины страны началось в 1989 году Дерусификация вела всеми режимами и властями Будь то представители запада или юго-востока страны Законом о языках 1989-го украинский был признан единственным государственным Русский допускался как вспомогательный Первый президент, идеолог Компартии Леонид Кравчук заявлял о равных правах на самовыражение русскоговорящим соотечественникам Соврал в 1996 году, принимая Конституцию, Верховный Совет при попустительстве типа пророссийских коммунистов Петра Симоненко Нивелировал русский язык до состояния упомянутого в основном законе Кучма проводил постепенную, но тотальную украинизацию Ющенко обещал одним из первых указов обеспечить гарантии прав на русский язык, но не выполнил обещанного, ведя агрессивную украинизацию На выборы 2010 года Янукович шел под лозунгом, записанным в его избирательной программе «Одно государство, два языка» Выборы выиграл, но выполнять обещания отказался, притом публично, в том же году на вручении Шевченковской премии Известный закон Колесниченко-Кивалова 2012 года об основах государственной языковой политики Свел статус русского до регионального, нивелировая его общегосударственный статус И заблокировал возможность на легальное использование русского на территории, где местные советы не определили его как региональный Майдан 2014-го вышли на свору Януковича и одним из первых законов Рады под руководством комсомольца Турчинова была отмена закона об основах государственной языковой политики Забурлил Крым и Донбасс, отмену отменили, но было пиздно, начались необратимые процессы развала страны Пришедший ко власти Порошенко не угомонился, во время избирательного турне Петруша обещал понять русскоговорящих Однако уж он-то надавил на все педали языкового и культурного маразма Продавив под конец конденции, знает, что становится политическим трупом закон о тотальной украинизации Это не говоря о предыдущих актах, из-за которых у нас в Венгрии заблокирован путь в НАТО и введена цензура Не будем ругать Зеленского, он слабый президент и политик Точно не ему менять курс Украины на построение буржуазного национализма Его команда будет послушно выполнять указания гуманитарной диктатуры Галиции, дербаня страну и бюджет Ведь юго-восточные политические силы всегда интересовались денежными направлениями при власти Промышленность, экономика, банки, сектор образования, журналистики, культуры, театра, истории Отдавался на откуп националистическому меньшинству, чтобы осваивать бабло не мешали Так за 30 лет это националистическое меньшинство и сформировало тоталитарное большинство в гуманитарной сфере Способное раздавить любое инакомыслие 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков Верломно нарушив пакт о ненападении, гитлеровские оккупанты молниеносно захватили территорию Украины В 1939 году при товарище Сталине, присоединенную к УССР, Галицию На заседании в Ставке Гитлера, состоявшемся 16 июля 1941 года, принимается решение Австрийская Галиция должна стать областью Германской империи Нацисты не собираются создавать национального государства, а банально провести аннексию в пользу Третьего рейха Украинские националисты, не зная о таких планах, кто им скажет, поскольку их использовали как марионеток против страны Совету На радостях стали провозглашать украинское государство и поссорились из-за поста местечкового хфирера Разогнав образованное статьком украинское державное правление, нацисты показали различным аунусам их место Определив роль коренного населения унтерменшей в подчиненном положении уарийцев Также украинские националисты могли сделать карьеру в карательных органах вспомогательной полиции Либо дивизии СС, именно СС, Галичина Первым делом Западная Украина была присоединена к немецкому генерал-губернаторству Совместно с захваченными территориями Польши 1 сентября 1941 года генерал-губернатор Франк, руководствуясь директивами Адольфа Гитлера Принял управление и своим распоряжением образовал дистрикт район Галичина Галичина во главе с губернатором доктором Ляшем Все по современным канонам Знаете, что устанавливается в параграфе 4 данного распоряжения? Многоязычие Цитирую Правительственным языком в районе Галичина является немецкий язык Украинский и польский язык допускается, говорится в этом распоряжении Так что современная украинская власть по отношению к русскоязычным регионам Хуже ведет себя, чем фашистская по отношению к галичаям и полякам Может любителям называть улицы именами различных гаупманам? Стоит задуматься, а Зеленскому? Ну ладно, с ним все ясно Если по его словам первый украинский фронт состоял из украинцев А что там у Светочей? Мы же в НАТО идем Верно, так Конституция говорит Главная страна США Равняемся на нее Любят американцы все называть национальным Нации-то у них нет Пусть перечитают труды полубия Нет языка, нет нации, теорема доказана Да и с государственным языком у них полный непорядок С точки зрения украинских специалистов, конечно Статус английского как государственного Не закреплен ни в Конституции Ни в национальном законодательстве Исторически и традиционно сложилось, что на английском языке ведется судопроизводство Издаются нормативные акты и проходят дебаты в Конгрессе Более 30 миллионов человек наравне с английским используют второй язык В том числе в деловых отношениях Америка страна иммигрантов, скажут мавофилы У нас тут Европа и свое кино Согласимся, однако в Европу нам лучше не соваться Здесь сплошные региональные, вторые государственные, третье государственные, четвертое государственные Даже Великобритания с языком-гегемоном Четыре официальных языка Английский, ирландский, валийский и шотландский Есть и крайне похожая на Украину страна Создана искусственно С двух крайне отличающихся между собой регионов После развала империи и наполеоновских войн Королевство Бельгия Волония говорит на французском и культурно тянется к Франции Фландрия на фламандском Разновидность голландского И дружит с Нидерландами Бельгия катилась к развалу, но нашла в себе силы преодолеть противоречия и шить государство В королевстве не просто несколько языков, а в основе административно-территориального деления лежат языковое самоопределение Бельгия разделена на три сообщества Французское, фламандское и германоязычное И четыре лингвистических региона Французского языка, голландского языка, двуязычный столичный регион Брюссель и немецкий регион Конституция Бельгия подтверждает свободу употребления принятых языков Не провозглашая ни один из них государственных Регулирование языкового вопроса допускается ограниченно Только в сфере государственного управления и отправления правосудия Бельгия богатая страна И с новой мерой нации у них порядок Инвестиции текут в королевство рекой А ЕС и НАТО размещают в Брюсселе свои центральные учреждения Набил оскомину пример Швейцарии Давайте взглянем просто на практический аспект многоязычия Закончил школу швейцарский подросток И он еще не имея никакого специального образования Свободно как родным владеет тремя-пятью языками Перед ним открыт целый мир Он конкурентно способен Его собрать с Украины? Да, гимн споет И что? Батраком на плантацию в Польшу? Не переживайте за детей власть имущих Их детки учат языки в многоязычной Америке и Европе Что светит вашему ребенку? Он живет в русскоязычной культурной среде Да-да, русскоязычный интернет Модные певцы и блогеры Глобализация Грамотно же не может изъясниться Ни на украинском, ни на русском Используя суржик Поскольку его не научили отличать украинский от русского А слово съем современная молодежь написать не может И пишет съем украинскими буквами По принципу как слышится, так и пишется Не будем ругать Зеленского Он ставленник колониальной администрации И националистической буржуазии Не от него нам ждать перемен Велотекущая война будет продолжаться Будет продолжаться и гуманитарное схлопывание Ибо менять нужно не морды в экране А общественно-экономическую формацию Ирония судьбы 1 октября 1946 года в 14.50 Международный трибунал в Нюрнберге Приступил к своему последнему заседанию Объявляя приговоры величайшим преступникам Которых знала цивилизация Фашистам и нацистам Истребившим миллионы неповинных людей Главным обвинителем от СССР На этом суде был прокурор именно Украины Роман Андреевич Руденко Господа судьи, я выступаю здесь Как представитель Союза Советских Социалистических Республик Принявшего на себя основную тяжесть Удара фашистских захватчиков И внесшего огромный вклад В дело разгрома гитлеровской Германии И ее сателлитов Говорил на суде Руденко И вот в 21 веке по Киеву с факелами Гуляют зигующие молочники В магазинах торгуют нацистской символикой Генпрокурор Украины сравнивает себя с СССом А президент объявляет свою страну оккупантом Действительно, прав был Энгельс Жутко запрещенный на Украине Буржуазии свойственно фальсифицировать всякий товар Сфальсифицировала она и историю Всех благ, огонь! Редактор субтитров А.Семкин